Здравствуйте! С вами Михаил Копытов. Я гипнолог и автор книги «Самогипноз и активное самомушение». И сегодня мы поговорим о том, как различить разные стадии гипнотического трансового погружения. В одном из предыдущих видео я рассказывал о признаках этих трансовых гипнотических особых состояний сознания. И сегодня мы немножечко структурируем и познакомимся с тем, как можно эти стадии различить, чтобы с помощью этого инструмента вы могли оценивать эффективность водоотворности ваших самостоятельных тренировок. В отечественной практике условно выделяют три стадии этого особого трансового гипнотического состояния. Это поверхностное, среднее и глубокое. Конечно, есть достаточно сложная модель, допустим, покатковая, где выделяют три стадии, девять степеней. Но для новичков не обязательно ударяться в такие детали. Мы поговорим в целом, разберем, по каким признакам можно оценить, что вы достигли достаточно хорошего, качественного, особого состояния сознания. Начнем с первой, самой простой, поверхностной. И новичок, любой новичок фактически, буквально уже с первого, может быть, второго, ну максимум с третьего занятия, уже может ощутить на себе вот именно это состояние, достичь первой поверхностной стадии этого особого состояния сознания. Она характеризуется тем, что человек сидит с закрытыми глазами, возникает приятное, легкое чувство расслабленности, спокойствия в теле, нежелание двигаться и открывать глаза. Вот, пожалуй, эти основные признаки. В любой момент человек может открыть глаза, пошевелиться, потянуться, прервать это погружение. При этом, в ходе этого погружения, человек прекрасно все воспринимает извне, слышит звуки, голоса, и какая-либо там потеря ориентации в пространстве, во времени не происходит. Он все четко осознает, что с ним происходит. Ну, конечно же, при его желании. То есть, первый признак – просто спокойствие, расслабление, нежелание двигаться. Вторая стадия характеризуется таким более насыщенным набором признаков. Первое, что стоит отнести, это более выраженное ощущение расслабленности в теле. Может возникать более выраженное ощущение тяжести, тепла, анеминия. В целом, притупляются многие ощущения, восприятия органов чувств. Звуки могут быть какие-то более громче, какие-то более отдаленные, то усквые. То слышу, то не слышу. Может притупляться чувство боли, возникать эффект анагезии. Может возникать интересный феномен частичной амнезии в этом состоянии, в этой стадии. Когда что-то помню, а что-то не помню. Амнезия – это как раз, когда человек не помнит происходящее с ним. Может частично происходить искажение времени, когда вы очень долго находились в этом состоянии, а вам кажется, что всего прошло пять минут. Или наоборот. Могут возникать более выраженные иллюзии. То, что мы представляем, воображаем, достаточно детально можем представить, что-то увидеть. Иногда спонтанно могут возникать какие-либо цветовые пятна, какие-либо представления. Но, как правило, это иллюзия. Это еще не галлюцинация, как правило. И вот один из таких интересных признаков перехода от второй, может быть, к третьей стадии – это эффект мерцающего сознания. Когда то слышу и понимаю речи за ней происходящие, то не понимаю и не слышу. То здесь, то где-то там. Как раз именно вторая стадия наиболее полезна для новичков. Почему? Потому что именно в этой стадии вы можете еще управлять этим процессом, фиксировать внимание на своих целях, задачах, представить какие-то образы своих целей, опорные образы, давать себе внушение. Но есть и более глубокое погружение. Третья стадия, она характеризуется почти полным отсутствием контроля происходящего события вовне. Это амнезия. Человек не помнит то, что было в ходе сеанса, но при этом может помнить, что в целом были какие-то очень яркие, насыщенные картины, образы, представления, почти полное отсутствие ощущения в теле и так далее. Вот основные признаки этой третьей стадии. Поэтому практикуйтесь и отслеживайте те изменения, которые у вас происходят. С каждым разом, пытаясь погодиться все глубже, глубже, глубже. Но, как и во всем деле, ей, знаете, такая определенная золотая сельдина. Не всегда глубже означает лучше. Все-таки полезно, чтобы вы этим состоянием могли управлять, осознавать что-то и использовать его для полезной работы с целью, с целью, с целью. Так что успехов вам и до новых встреч. Пока.